Сегодня легендарная артистка, оперная певица Тамара Синявская, которая посвящала песню Муслим Магомаев, принимает поздравления с днём рождения. Десятилетиями она блистала на сцене Большого театра, а теперь успешно передаёт свой опыт новым поколениям артистов о том, как жить и дышать сцены, и как помогает мелодия любви. Ольга Паутова. Сонечка, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? У тебя есть силы спеть? Хотя бы две вещи ещё? Да, конечно. На госэкзамене такой вопрос преподавателя можно и за провокацию принять, но только не от неё. Тамара Синявская всегда заботится о студентах, просит беречь самое главное – голос. И, кажется, можно вечно смотреть, как она переживает за своих дипломников. Спасибо. Отдельные спектакли – её мастер-классы и занятия в ГИТИСе. Бросьте эту манеру с помахиным уголовкой. Мне ваша искрена, она вполне. Старый старенький. Главное правило Синявской – понимай и проживай то, о чём поёшь. Заботы, заботы мирские. Какие у тебя заботы у артиста? Какие у тебя заботы? Хорошо накраситься и красивым платьем выйти. Вот и всё. А ты – заботы мирские. Какие заботы? Она же жутит. И вот так останавливать студентов она может хоть на каждой фразе. Ведь для неё просто не существует неважных мелочей. Даже к внешнему виду на репетициях – особые требования. Чтобы никаких джинсов, никаких кроссовок, каблуки. Потому что это другое ощущение тела, другой посыл. Это другое ощущение себя рядом с таким дивным инструментом, как фортепиано. Свою любовь к пению Синявская считала чем-то естественным с детства. По пути из школы забегала в подъезды с высокими потолками и мраморными лестницами и во всю мощь проверяла силу голоса. Это были песни из кинофильмов. Когда весна придёт, не знаю. Ну, в общем, понятно, да? Это весна на Заречной улице. Когда есть очень красивая мелодия, есть красивые слова, они так и остаются здесь. На конкурсе Чайковского ей, молодой артистке, аплодировала оперная дива Мария Калос. А в Большой театр, и это небывалый случай, Синявскую приняли без консерваторского образования. И на этой сцене она исполнила все возможные партии. Сам Сергей Лемешев, исполнитель партии Ленского в опере Евгений Онегин, пригласил Синявской быть его Ольвой. А потом отстоял, когда в театре были слишком недовольны её частыми выступлениями на телевидении. Он сказал, дорогие друзья, есть люди, которым дано петь только оперу, а есть люди, которым дано петь только песни советские, русские, народные и так далее. А ей дано и то, и другое. Пускай она каёт, не трогайте. Всё. Больше вопросов ко мне не было. Она действительно могла всё. Нет сомнений. Может, и сейчас. Но когда её обожаемый супруг, Муслим Магомаев, заболел, душа Синявской перестала петь. Больше на сцену она не выходит. И до сих пор каждое утро слушает самый любимый голос. Только открываем глаза. Со мной рядом находится планшет. Ещё в постели. Кто-то сверху меня всегда, так сказать, подбрасывает Муслима. То это Шуберт «Ава Мария», то ли это неоплитанская песня, то ли это «Дигнаре». И, наверное, не найдётся девушке, у которой не шли бы мурашки от этой песни. Но все мы можем лишь гадать, каково это слушать мелодию, когда знаешь, Магомаев поёт её тебе одной. Я знала, о чём речь. Но об этом мы с вами говорить не будем. Это моё личное, это мой сердечный багаж. Впервые он спел ей мелодию по телефону, когда Синявская улетела на стажировку в театр Ласкало. Никаких отношений между ними тогда ещё не было. И язык пришлось учить не только для работы. В основном мы переписывались на итальянском языке. Я знала два слова. А он начал с того, что начал со мной разговаривать по-итальянски. Я только прилетела в Милан. Они стали самой яркой парой на советской сцене. Только ради их выступления даже программу «Время» могли задержать на 7 минут. Сегодня её студенты мечтают перенять хоть частичку этого редкого дара. Так петь и так жить на сцене. И в свой день рождения Тамара Синявская делится секретом, который лишь на первый взгляд только для оперных артистов. Если вы попадаете в театральный коллектив, не берите сразу верхнюю ноту. Дойдите до неё. Ольга Паутова, Мария Емельянова, Алексей Лабушкин, Дмитрий Ремезов и Ника Вишнякова. Первый канал.